Добрый день, уважаемые коллеги! Приступаем к работе. Со 2 февраля Соединённые Штаты Америки приостановили выполнение своих обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности. В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальности стрельбы более 500 километров, выходящих за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед Министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры. Генеральный штаб представил Верховному Главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса калибра морского базирования с крылатой ракетой большой дальности. Который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзаковой ракетой большой дальности. Использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования. Кроме того, важно повысить дальность стрельбы, разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов. Поручаю заместителю министра обороны Криворучко короткие сроки открыть соответствующие опытно-конструкторские работы в рамках выделенных по государственному оборонному заказу 2019-2020 годы и плановый период 2021-2021 годов осигнований путем перераспределения финансовых средств на выполнение указанных работ. Следующая тема. Как вы знаете, в декабре в Хабаровском крае произошло крупнейшее обрушение скального массива. В результате сильнейшего оползня была перекрыта часть водохранилища Бурейской ГЭС. Ряд населенных пунктов оказались под угрозой затопления во время весеннего паводка. Президентам Российской Федерации дано поручение привлечь силы и средства Министерства обороны Российских и Бурейского водохранилища. Для решения этой сложной задачи была создана оперативная группа под руководством заместителя министра обороны генерала армии Булгакова. Менее чем за сутки сформирована самодостаточная группировка, в которую вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения инженерных войск и войск связи Восточного военного округа. Всего задействовано более 400 военнослужащих, около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе пилотируемая беспилотная авиация. Были созданы и использованы значительные запасы боеприпасов и взрывчатых веществ. Несмотря на сложнейшие климатические условия и отсутствие транспортной инфраструктуры, ликвидация затора успешно проведена. На сегодняшний день гидравлическая связь верхней и нижней части водохранилища восстановлена. Завершение полного объема работ планируется до 20 февраля. Несколько слов о последствиях сильнейших снегопадов, которые в конце января обрушились на Саратовскую и Волгоградскую области. По просьбе руководства регионов, Министерство обороны направило на расчистку снежных заносов около 300 военнослужащих и 40 единиц инженерной техники. Сейчас транспортное сообщение в целом восстановлено, жизнь в областях вернулась в привычное русло. Хочу отметить грамотные и чуткие действия командования и личного состава, задействованных в этих операциях, а также Национального центра управления обороны. Тематическая часть совещания. В поездке дня четыре вопроса. Первая-два касается создания и изготовления космических аппаратов. В последнее время в сфере военного безопасности страны все большую роль играют спутниковые системы разведки и навигации. Сирийский опыт показывает, что для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация. Получить такие данные можно только с помощью современных спутников, способных производить съемку поверхности Земли с высоким разрешением. Поэтому Министерство обороны активно занимается технологическим переоснащением орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Сегодня обсудим, как решаются эти задачи. Далее рассмотрим ход выполнения опыта конструкции работы «Армата». Эта перспективная гусеничная платформа разрабатывается научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод». Данная платформа позволяет создавать новейшие образцы вооружения военной и специальной техники. Как ведутся работы и решаются проблемные вопросы, обсудим в ходе совещания.